немецкие фортификационные укрепления которые на самом деле нихрена не помогали потому что наполеон кёнигсберг взял в 1807 году вот так вот и к чему кучу денег вкладывали в эти все военные сооружения непонятно старые поребрики но вот за это я мог поплатиться штрафом потому что я ну памятник который охраняется государством вот этот вот памятник охраняется государства и вот амбразуры короче я фиг знает а почему там такое здоровое окно вначале бастиона я не понимаю в общем это один из больших бастионов литовского вала все там пауте и короче жесть полная вот смотрите можно вытащить этот камень и домой забрать вот и он будет дома лежать можно на нем написать что-нибудь последнее время построили ленинграде храм александра невского это начало улице как раз таки александра невского и вот буквально через литовский ров находится литовский вал начало литовского вала не знаю где его начали строить на самом деле но вот это литовский вал 5 кладочка как вы видите а такая у нас старинная вот смотрите даже я не знаю что это это либо кирпич уже это самое получается сыпется либо все они это краска краска он был когда покрашен но под краской виде на вот этот оригинал кирпич ну что двинули дальше открывать историю вот там старинный шлюз который еще строили немцы у каждого бастиона ну почти у каждого бастиона имеются информационные доски вот это рядом с бастионом грольмана в общем построен он в 1851 году на литовском валу начало литовского вала берет здесь в площади площади василевского рядом с музеем янтаря и вот идет до бастиона грольмана 600 метров все очень четко обозначена шестнадцатый девятнадцатый век состоит на учете сегодня и охраняется государством памятник архитектуры вот так в россии выглядят памятники архитектуры вот так вот часть стены снесли напротив имеется такой же вот видимо поднимали ворота стены конечно очень гигантские но вот допустим если сравнивать с кронштадтским фортом александр чумным который чумной форт там стенами мне кажется еще толще в общем когда-то вот умели строить так какие фортиликационные укрепления и вкладывали в них кучу кучу денег в общем военные всегда требуют много много затрат в итоге со временем это все приходит в какой-то упадок и в принципе деньги выброшенные на ветер ворот скорее всего уже осовременен давайте заглянем кстати что там у нас мне тоже так будет через дисплей лучше видно ну вот в общем что-то мне кажется там даже вполне адекватное состояние зданий на надо и даже травка есть вот так вот за этими ужасные вороты достаточно все хорошо и еще есть можно вызвать кому-то если вам стало вдруг спеша можно кого-то вызвать смотрите в этой кладке кирпичной имеется для чего-то вот этот камень и здесь железяка была также выполняющий какую-то роль все вообще как-то все продумано по-немецки крольма на литовский вал доходит до это у нас девяточка это девяточка дакхаймские ворота в общем потом укрепления шли еще дальше 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 а самое интересное это то что верхний пруд связан с приболью вот этим каналом вдоль литовского вала обнаружено какое-то сооружение непонятно скорее всего это было это был гараж для карет кайзера кёнигсбергского того самого который сказал строить этот литовский вал вот кстати 1873 год чтобы все знали а какие остались петли вообще тут пауки всякие паутины в общем ну и сами петли 1873 года предположительно сегодня гараж находится в очень плачевном состоянии здесь жгут костры гадят и все что можно только представить в таком заброшенном пространстве мне нравится вот эта травка которая сверху окаймляет этот эту крышу крышу этого гаража как я его назвал в общем такие здесь в лесу попадаются на литовском валу сооружения классные все культурное наследие которое нам досталось от восточной пруссии уже вот граффити мандалы всякие покрыли и в общем то это не есть хорошо потому что это все таки история но видимо не охраняется это должным образом государством небольшие такие маленькие джунгли лесок хоббитов вот и очень такое интересное интересную атмосферу этот лесок создает если идти от одного гаража как я его назвал к другому гаражу в общем очень интересное место класс здесь везде вот такие штуки есть эта вентиляция которая по-любому связывает под землей по-любому есть какие-то ходы о которых нам неизвестно и как туда попасть это надо 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 идти к прям в администрацию к мэру в калининград и говорить дайте нам ключи мы хотим вниз подземный калининград увидеть что под литовским валом но форма очень интересная да она идет как будто как какая-то такая мини купальня или как емкость для сбора воды третий гараж который попался он на самом деле уже кем-то приспособлен под реальный гараж это видимо складируют всякий скарб и всякий хлам я так предполагаю да потому что реально как замки как на гараже ну хотя тут уже паутина десятилетней давности возможно даже там находятся какие-то сокровища литовского вала у нас вот такой спуск имеется здесь также старинная брусчатка если не видно я поближе покажу вот она имеется в общем оттуда можно загнать телегу ну или мотоцикл или прицеп и вот кто-то уже себе реально приспособил это все для гаражей в общем реально интересно платят ли они аренду за это это является ли их собственностью или нет ну вот это же интересно как кто кто мог там это все разместить и поставить такие ворота блин это вообще классно кто-то все-таки приватизированы на в 90-е годы часть фортификационных укреплений литовского вала открытый в августе 1743 года с участием знатных особ и короля пруссии вильгельма 4 вот они те самые знатные особы тот самый возможно король фридрих в окружении своей знати но так вот их не знаю восстановили или нет ну видно видно где новая кладочка и где были разрушения сегодня это вот так выглядит здесь располагается музей музей можно прийти и ознакомиться с более детальной информацией по поводу всего фортификационного укрепления самом конце литовского вала находится некий ридуит для меня достаточно новое слово ридуит бастиона купфертайк но видимо бастиона купфертайк уже не осталось я так предполагаю смотрим здесь не нету вот этот ридуит бастиона нету в общем он очень как здесь написано много раз подвергался различным реконструкциям перепланировкам и набери нас да ну да он так и называется бастион купфертайк то есть получается поблизости оттуда находился меди плавильный завод на самом деле хочется сказать что смог смоленскую стоит подумать о том как использовать свои крепостные стены и башни для того чтобы они остались сохранности и для того чтобы они напоминали потомкам об истории об исторической ценности ну вот в общем-то вход вход в ридуит в ресторан помните да начали на литовском валу 5 сейчас уже 49 55 и вот хотел показать бы вам старые немецкие дома кёнигсбергские но если так можно спрягать это слово ну что сказать в общем как бы на самом деле они вот вот эти вот дома они отличаются от тех домов которые на германском материке ну в общем где находится сама германия и здесь конечно тоже своеобразно все самобытно то как это все строилось а здесь вообще вот все отреставрировано да то есть покрашена очень так цивильном хорошем состоянии в принципе здесь вроде крыша тоже отреставрированная там он видно что обшита она снизу этим сайдингом за каимские ворота конечно королевские ворота более приличном состоянии дальше идет немецкая застройка думаю дома были построены еще во времена кёнигсберга завершая прогулку по литовскому валу посмотрим последний раз на за каимские ворота не с торца и можно наблюдать две башни которые пока являют в принципе эти ворота и те дома которые за воротами находится я немного рассказал но вот на крышах можно видеть дымоотводы и на тот момент отопления в этих домах не было и все топилось через печку ну понятно дело в советское время там уже какое-то отопление придумали кто-то котлы ставил кто может быть там когда-то газ появился а вот но остались эти дом дымоотводы и когда-то может быть когда-то когда-то давно когда эти дома еще построили немецкие семьи только начали заселять а санта-клаус и на рождество приносили через эти дымоотводы спускали подарки в чулки детям в общем вот такая история за за каймскими воротами у нас возвышаются два новых калининградских небоскреба пришли в угол оборонительных казан кронпринс здесь уже такие старые вентиляционные сооружения покрытые паутины хотите заглянуть туда так вот все решетки ну в общем короче надеюсь это все не охраняется но тем не менее ужас оттуда сейчас летучие мыши вылетят а вот напротив как раз таки бастион бастион этого грольмана ленинград меня уже захватывает говорят что здесь был ресторан когда-то когда-то давно как вы видите да замок амбарный почти все опять же паутиной покрыто и ну двери были стилизованы под данный кирпич покрашенный вода сверху старая видеокамера и скорее всего какой-нибудь призрак призрак какого-нибудь солдата сейчас сидит и смотрит в монитор на меня я его снимаю и давайте ему скажем привет здесь то с этими новыми окнами находится научный центр и в принципе вот этот забор вот этот крепкий вековой забор он защищает научный центр от каких-либо посягательств уважаемые в общем короче очень много каких-то разногласий на плакате было указано что это оборонительные казармы крон принц здесь написано что это крепость крепость фридриха великого мне уже пора пить водичку заговорился в арте все пересохло да ну вот здесь немного другое здесь вообще написано что ну с той стороны написано что научный какой-то технический центр а с этой стороны на самом деле казачий институт технологии дизайна в общем казаков здесь учат дизайну прикольно в общем-то начинается дождь пора расчехлять зонтики и прятаться где-то в убежище и кушать строганину настоящую калининградскую строганину и закусывать балтийским угрем мы подошли ближе чем на 60 сантиметров я надеюсь ничего нам не свалится на голову тем более на камеру и чтобы вы могли увидеть будущее видео